добрый день друзья уважаемые подводные охотники сегодня мы поговорим о тягах меня часто спрашивают какие же тяги я использую что порекомендую в моем арсенале 4 5 вариантов тяг сейчас мы поговорим о них поподробнее я в основном использую латексную внешний 9 внутренний 6 латекс в резине внешний 10 внутренний 6 5 чисто резина для гавайек внешний 8 внутренний 4 резина для гавайек внешний 9 внутренний 6 и латекс 9 6 в резиновой оплетки вот по срезам вот так у всей резины для гавайек коэффициент растяжения от 320 до 370 390 процентов то есть коэффициент нужно брать один в трем с половиной 14 где-то вот в таких вариантах тяги я естественно вижу в основном для гавайек со спусковой рукоятью которые вы видели в других видео которая рукоять которая может остановиться в любой точке гавайки позволяя натянуть резину на нужную вам силу бой вверх движется в обратную сторону вниз не идет такой вот механизм придумали удерживание заводское исполнение рукой гавайки которые использую в основном трех составные титановые или из нержавеющей стали можно устанавливать тяги одинарные кольцевые и разного типа вязки вот я вам продемонстрирую как например устанавливается кольцевая тяга вот кольцевая резиновая тяга связана из резины внешний диаметр 9 внутренней 6 использован лень 2 миллиметровый также использую лень 1 и 6 миллиметра с высокой разрывной нагрузкой более 110 килограмм вот варианты линей которые у меня в данный момент значит вяжется лень узелком вставляется в тягу завязывается констрикторный узел я оставляю немножко места чтобы потом чехольчиком сверху на узел а одеть и защитить его от любых внешних воздействий ну и для эстетичности вида кроме полезных свойств вот такое она получаем и так демонстрирую то есть берем конец немножко сплющиваем вводим его отверстие подравнивая проводим кольцо резиновую тягу сбрасываем петлю взявшись за оба конца чтобы они одинаково находились от гавайки затягиваем перехватываем вправляем в ручку можно вправлять немножко под натяжением так будет легче все гавайка снаряжена готова к зарядке это у нас кольцевая тяга резиновая теперь покажу вам одинарную тягу снимать тоже все достаточно просто можно это делать в воде полевых условий продемонстрирую одинарная тяга латекс внутри сверху резиновый чехольчик линь 1.6 продели через кольцо в деле затем здесь специальная устанавливаю на конце резину для того чтобы не было никаких движений в сторону чтобы все четко работало установили зарядили спустили и есть еще один самый интересный на мой взгляд вариант установки одинарной тяги продемонстрирую в случае когда вы приобретаете гавайку достаточно длинную от 1 8 метра и хотите использовать иногда гавайку в корочном варианте там 1 и 2 1 и 4 метра ну и также там в длинном 1 и 8 2 метра в этом случае у вас вяжется тяга таким образом без всяких дополнительных резиновых уплотнений просто 2 2 петли из линии одна чуть чуть длиннее другая чуть короче а которая короче вводится отверстие захватывается а которая чуть длиннее делается накидная петля накидывается на рукоять тоже она сама затягивающийся так что не должна слетать и зарядили это для большой длины теперь же если мы хотим эту же тягу использовать для меньшей длины причем даже с увеличенными возможностями по мощности боя в этом случае мы берем большую петлю накидываем в этом случае мы берем малую петлю накидываем ее на гавайку проводим а большую петлю вводим в отверстие нашего концевика и открываем ее теперь малую петлю подводим ближе отверстие берем всю гавай всю тягу целиком и запускаем ее большую петлю вот таким образом и теперь все это дело подтягиваем что у нас получается большая петля делает нахлыст который уходит мало и вот у нас получается из нашей одинарной тяги длинной кольцевая короткая которую мы используем уже с усиленным боем на этом все